Ну а тем временем в нашем канале проходит новогодний розыгрыш призов, ссылка на который находится в описании. Переходите и участвуйте. Ну что, ребят, добро пожаловать на 21 этап Формулы 1 на Грам-при Абу-Даби. Начинаем немного с практики и вообще по ней. Тут вот такой момент, что во время коллекционного темпа мне попался Red Bull и Trorosa, из-за чего у меня коллекционный темп и вокруг получился вообще не очень. Мне не удалось сразу поставить время, но с утра попытки я там все смог все-таки поставить. И также по поводу практики я понимал то, что у меня будут большие проблемы на этом этапе с резиной, потому что контроль резины я вообще не смог нормально выполнить. То есть он был вот на немного в зеленой зоне сделан и все. Соответственно резина у меня быстро уходила и скорее всего стратегия гонки должна быть была в 2 пита. Но в гонке уж как пойдет. Квалификация, собственно, в первый сегмент без проблем выхожу, во втором я решил пойти на ультрасофте, чтобы опять же стартовать на нем, но не прошел в третий сегмент. Соответственно я буду на нем стартовать, потому что я вылетел во втором сегменте. То есть этап уже начинается довольно хреново, потому что мы стартуем где-то в середине пелотона. Слава богу, опять дождя нету, но в Абудабе редко можно встретить дождь. Тут он чаще всего наоборот довольно ясная гонка получается. Плюс данные этапы у нас не было в прошлой карьере за ХАС, потому что я просто решил не вставлять его, потому что уже тогда было до этого этапа уже все решено. На этом же этапе также у нас решается кубок конструкторов между Феррари и Мерседесом. По стартовой шутке у нас две первые Феррари на первом-тром месте, третий Вальтри Босс, четвертый Сироткин, пятый я, шестой Ника Хюлькенберг, седьмой Льюис Хэмилтон, восьмой Шарли Эклер, девятый Макс Ферстаппен, десятый Стофи Ван Дорн. Соответственно, у нас, как обычно, боты понабрали штрафов в конце сезона, потому что я должен был стартовать на 12 месте, по итогу стартую аж на пятом, то есть 7 позиций в плюс я получил. Конечно, да, у меня была тоже задумка на этот этап сделать какой-нибудь там челлендж, а-ля там с последнего места там где-нибудь куда-нибудь на подиум заехать, то есть понабрать все штрафы, чтобы меня специально так поставили. Ну вот, по поводу стратегии, мне предлагают на один пистоп, но я понимал сам, что на один пистоп, ну как-то, такой себе выйдет, но окей, можно попробовать попытаться дотянуть эту резину до конца. Ну и загораются красные огни. И старт был дан, я нормально стартую со всеми вместе, все-таки он тоже неплохо стартует, пытаюсь занять сразу же внутреннюю траекторию, но потом решаю, что ладно, не буду рисковать и влетать на нее, плюс могу выбить Сироткин очень случайно. Также у меня пытался сразу пройти Хэмилтон, но у него не получилось, он остался позади меня. Также, да, в гонке не будет повторов, потому что я банально просто забыл их сделать, да, я просто нажал на продолжить и забыл про повтор вообще полностью, только потом про них вспомнил, что вот надо было их ставить. Ну ладно, Сироткин, например, забрался на том же первом кругу, причем в таком месте, где я не ожидал его пройти, я просто случайно заблокировал себе правое переднее колесо и пошел по внутренней траектории, Сироткин просто решил отрулить, чтобы вдруг что-нибудь случилось. В пятом кругу меня догнал Хэмилтон и у нас завязалась с ним борьба до моего Пита. Собственно, это один из таких самых удачных моментов у... Потом он тоже пытался меня обходить на кругах разных, но во всем кругу, опять же, у него получилась довольно хорошая атака на меня, он меня еще прошел на прямой, даже еще до зоны ДРС, потому что я очень плохо вышел, потому что у меня уже просто резина вся ушла и, соответственно, у меня не было никакого-либо зацепа на задних колесах. Он меня спокойно обходит на прямой, но, к моему счастью, он ошибается, соответственно, я возвращаюсь в четвертую позицию ненадолго, потому что мне надо будет уже сейчас походу заезжать на пистоп, но, опять же, все-таки вернул. А, как я и сказал, на восьмом круге в конце я заехал на пистоп, потому что, ну, у меня уже не было никакого варианта продолжать ехать на ультра-софте, просто потому что не было никакого-либо зацепа. Причем, именно задние колеса изнашивались быстрее намного, чем передние, что очень плохо, но тут уж проблема больше в сетапе машины, которую я настроил. И после пистопа я вышел позади Рикарда, спокойно прошел на длинный прямой. Слепстрим, дресс, все-таки у нас довольно прокачанная динамика, и с помощью нее можно очень много выигрывать. Потом, впереди меня был Сироткин, но Сироткин успел пройти Эриксона, и по итогу мне пришлось тоже пройти Эриксона, который мне по большей части мешал, потому что я ехал на своем старом уже ультра-софте, соответственно, у меня было преимущество даже в резине. Вот, в первом секторе он в скоростном правом повороте, таком на горке, меня не пропускал никак, но вот я поравнялся с ним, начал проходить, но решил предпустить, потому что впереди зону ДРС, почему бы ее не взять себе и этим воспользоваться, отыграть там, может, полсекунды хотя бы. Плохо вышел из шпильки, к сожалению, но все равно Эриксона я смогу опередить спокойно за счет слепстрима и того же самого ДРСа. Что, в принципе, происходит, и уже начинаю погоню за своим напарником Сироткиным. Со Сироткиным я разобрался тоже через какое-то время, плюс также у меня пытался уже пройти Хэмлитон, который выехал из спидстопа, и я был впереди него, то есть андеркад даже такой сработал. Из-за чего мы начали с ним бороться потихоньку, но через какое-то время я догнал Сироткина. Сироткин причем ошибся в первом повороте, что для меня очень хорошо, потому что я прохожу его без какой-либо борьбы, и он также остался еще и сдерживал какое-то время Хэмлитона. К 20-му кругу уже лидеры сделали свой второй пидстоп, Хэмлитон уже тоже меня догнал, и, соответственно, у нас такая получилась группка из одного Вильямса, двух Мерседесов и двух Феррари. Также в этот момент уже, по сути, Мерседес претендовал на Кубок Конструкторов, потому что они оба были на втором-третьей позиции. В Феррари надо было заработать на этот этап минимум 30 очков, но при этом, чтобы Мерседесы сошли оба, или не получили никаких очков. Мерседесу уже довольно простая была задача, просто хотя бы одному из Мерседесов выиграть эту гонку, что было бы со вторым, неважно, хоть бы он сошел или не был в очковой зоне. К 2-4 кругу у меня уже резина была просто поплывшая сзади, как я говорил, уже 70%, соответственно, я не мог эффективно разгоняться после поворотов, потому что я бы сразу ловил бы пробуксовку, из-за чего мне надо было очень филигранно работать газом, чтобы, опять же, не допустить пробуксовки. На 2-4 круга у меня Хэмлитон начинает проходить, но, к сожалению, я его выдавливаю, потому что у меня не было сцепления, опять же, меня уже просто сносило во всех поворотах, особенно вот в этом скоростном правом повороте на горке, где вес машины просто распределялся. И произошел следующий момент, то, что, к сожалению, без повтора сложно понять, либо меня ботус подделал, либо я случайно на него повернул, потому что руль у меня был чуть-чуть повернут влево, но, судя по тому, как меня так повело, может быть, ботус меня въехал. Ничего отрежать не стану. Но после такого, конечно же, момента резине хорошо не стало. У меня уже было под 80% напрямой, и ботус у меня спокойно проходит, и я просто решаю после этого момента, окей, не буду дальше терпеть, потому что еще 2-3 круга я не дотерплю до финиша. Я просто потеряю еще больше позиций. Поэтому заеду на пидстоп, возьму гиперсофт, и на нем продолжу ехать гонку, и, может быть, отыграю себе пару позиций обратно. Но из-за того, что я поздно заехал, я очень долго сдерживал Мерседес и Феррари, нас уже догнали гонщики позади. Это был Макс Верстаппин, Хюлькинберг, Сироткин и Чико Перес. Соответственно, они отъедут чуть подальше, и, может быть, я не успею их догнать. Выехал я уже позади Рикьярда, к сожалению, то есть уже вне очковой зоны, но, опять же, Рикьярда не был далеко от меня, и у меня был гиперсофт, соответственно, я могу очень быстро ехать и наматывать очень быстрые круги. На 2-ом круге, собственно, я тоже его догнал на прямой, за счет Слепстрима ДРС опять же прохожу, и впереди у меня уже был Магнусон. На Магнусон надо было тоже доехать какое-то время, но на том же 2-ом круге я с ним успел разобраться в последнем повороте. Все, впереди меня только Чико Перес, но, к сожалению, они были слишком далеко, и только в конце последнего круга я успел к ним подобраться, но, собственно, я бы с ними уже ничего не сделал. Решил сделать такой вот бублик небольшой, ну и финишировать так, так сказать, со стилем. По итогу плохое 9-е место для нас. Конечно же, оно ничего не решает для нас, опять же, потому что 4-е место в титуле я и так уже получил, в кубке конструкторов у нас ничего не меняется, ну и Мерседесе, собственно, радуются, потому что кубок конструкторов им отходит, потому что Вальтер Боттс выиграл ТАП, и, как я говорил заранее, Мерседесу достаточно, чтобы хотя бы одна машина приехала на первое место, все. Феррале же надо было приезжать либо на первом и втором, либо на первом и третьем, вроде бы. Там тоже, ну так, я подсчитывал примерно, то, что Феррале надо было именно выигрывать эту гонку, конкретно, и причем сразу первой-второй позиции, а Мерседесу где-то вот в конце быть. Собственно, на первом месте у нас Вальтер Боттс, на втором у нас Льюис Хэмилтон, и на третьем у нас Себастьян Феттель. Мерседес выигрывает последнюю гонку для себя, забирает кубок конструкторов, пусть не получилось у них выиграть чемпионский титул, но кубок конструкторов это тоже хороший показатель, это показатель того, что шасси и, в принципе, болид сконструировано очень хорошо, и болид может выигрывать гонки. Ну и в следующем году, может быть, Мерседес опять попытается выиграть титул, но тут уже, как бы, мы подходим к этому моменту, то, что у нас все-таки болид прогрессирует намного быстрее, чем у Мерседеса, и мы в следующем году уже должны выиграть кубок конструкторов и чемпионский титул, собственно. В принципе, как я вижу в следующий сезон, то, что первую половину сезона мы будем бороться с болидами Мерседеса, Феррари, Редбула, но потом мы уже начнем конкретно от них оторваться, и к концу этапа мы просто будем доминировать. Вот, конечно же, не особо хочется, конечно же, чтобы гонки выглядели так, что мы все равно будем приезжать на первом-втором месте, и борьбы никакой не будет за эти места, потому что, ну, просто ее не будет за то, что нас просто охрененно будет болид. Да. После гонки собираем очки, также я провалил задание на 32 очка в личном зачете. В Бразилии я выиграл этап, у меня было 25 очков, и мне надо было набрать только 7. Соответственно, из-за того, что финишировал в девятом, я набрал всего лишь 27 очков. Да. Не получилось, не за чем могла. Также я не выиграл соперничество у Сироткина до конца этого сезона, что тоже плохо, можно было бы заиграть еще какие-нибудь апгрейды. Соответственно, вот, где-то потерял тысячу ресурсов из-за того, что плохо квалифицировался, плохо прошла гонка и тому подобное. После гонки, обсуждение контракта, собственно, в принципе, как я говорил раньше, мы в команде остаемся. Выбираю себе привилегии, бонусы на двоечку вкачал. Также одновременные разработки я взял пока 3, но потом чуть-чуть поменялся умение, решил взять все-таки на 3 уровень неограниченное количество, потому что в шасси будет, можно сразу делать реально больше 3-х разработок. Собственно, контракт вышел просто идеально тютелька в тютельку, можно даже было, наверное, скорее всего, не одновременно разработки взять в 3 уровне, а бонус за гонку, чтобы получать больше очков. Ну, тут ладно. В исследованиях, собственно, нам дали полторы тысячи ресурсов, еще помимо того, что дали за гонку. И я беру два последних обновления в аэродинамике, которые нам приедут на уже следующий новый этап в Австралии, потому что, если бы я взял где-то в этом сезоне, они бы приехали бы все равно в Австралию. Вот. Также оставшиеся ресурсы я вкладываю в шасси, потому что с шасси у нас очень все плохо, надо вкачивать его, также будет надо вкачивать двигатель, потому что, если в начале сезона можно было сказать про двигатель, что он у нас офигенный, в конце этого сезона можно сказать, что, ну, сойдет. Ну, и также история прогресса, посмотрим, кто как обгрейдил машины. Собственно, все двигались ровно по отношению друг к другу, мы же с конца самого пробрались аж до четвертого места, что очень хорошо. Результаты также конца сезона, может, кто что там сделал. Ну, и что ж, ребят, этот сезон выдался довольно неплохим для нас, мы поднялись с конца пелотона, мы спокойно выигрываем гонки порой, занимаем первые места, и в следующей сезоне, я надеюсь, что это продолжится. С вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok